Доброго времени суток, друзья! Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, как я вступил в армию Лас-Вентураса и как происходил мой призыв вообще в эту армию. Что мне для этого потребовалось, сколько я прождал, что было на самом призыве, что было после призыва. То есть в этом видео хотелось бы все вам рассказать, показать, ну и выделить главные аспекты, которые мне понравились и не понравились за то время, что я нахожусь в армии и за то время, что был призыв, который я наблюдал. Картинку вы можете наблюдать на видео, так что все, что я говорю, будет закреплено, как говорится, перед вами на ваших глазах. Всем желаю приятного просмотра и напомню, что играя я на Evolue Roleplay 0.3 сервер, ник и IP-адрес находятся в описании. Начался мой призыв достаточно стандартный, я появился на спавни в игре, в какое-то время катался и вдруг я увидел, что в новостях пишется о том, что происходит призыв в армии Лас-Вентураса, который я ждал несколько стримов. Кстати, да ребят, заходим на мои стримы и вместе давайте играть. Ну так вот, после того, как я увидел, я сразу решил поехать на призыв. По приезду туда, я думал, что, учитывая, что на сервере онлайн 1000 игроков, я встречу очень большую очередь, которая будет чуть ли не в 2-3 секции. Но, не тут-то было, по приезду я увидел, что на втором этаже больницы стояло передо мной человек 15-20, что на самом деле мало по меркам сам, особенно сервера, на котором онлайн 1000. Ну, в общем, встал я в очередь и начал ждать своего момента. В очереди, конечно же, были неадекваты, были люди, которые просто стояли, ждали. Но были те, кто кричали, якобы кто-то лезет без очереди, кто-то наоборот влезал в эту очередь. Ну, то есть, было всё как-то вот достаточно стандартно для призыва в армию, но сам ПРП на Эволю Роллплей, то есть, всё по стандарту. Что мне понравилось, это то, что призыв происходил всё-таки в больнице и в отдельной комнате. То есть, солдаты запускали призывников по 4-5 человек, они заходили и садились на стулья. Перед ними было 4 столика, за каждым из них стоял человек, который проверял их, и после проверки уже подходили для вступления в армию, то есть, для инвайта. Я в свою очередь сел за стул и начал ожидать своей очереди. Я особо никуда не спешил, поэтому порой я пропускал некоторых ребят вперёд, хотя в очереди они стояли за мной. Но мне было на это на самом деле всё равно, я понимал, что призыв ещё будет длиться минут 15-20, и я по-любому успею, учитывая, что я уже нахожусь в комнате. Вот, я, в общем-то, ждался призыва. Всё, меня проверили на знание терминов, выдали по роллплею якобы повесточку, точнее контракт, и я отправился за последний столик, где сидел генерал. Ему я показал свой якобы призывной лист, он его подписал, ну и тем самым принял меня во фракцию. После чего я спокойно пошёл сел в камер, и меня быстро отвезли в часть. Я очень надеялся, что призыв уже подходил к концу, и на самом деле оставалось мне ждать максимум минут 5-7. Ну а по приезду в армию, я пошёл на плац, я встал на плац и начал ждать, когда же начнётся основная часть, то есть лекция. Я не стал выходить из игры, как я это делаю обычно, а решил для видео, для показания того, как происходит призыв, показать вам всё это вживую. В итоге я, наверное, стоял минут 20-25, только чтобы дождаться, когда начнётся лекция, когда генерал приедет в часть. Скажу вам, это было не самое приятное задание, задача, когда нужно просто стоять, и при этом ещё слушать какие-то высказывания от высших рангов, которые позволяли себе порой рассказывать какие-то вещи, какие-то оскорбления и просто докапываясь для любых поводов, которые только возможны были. Да, многие игроки вели себя неадекватно, они не могли просто молча стоять, там залипать в телефон, сидя за компьютером, пока не начнётся призыв. Все считали нужным, что он просто вот нужно написать в чат что-нибудь, нужно как-то поразговаривать с другими, что, конечно, без его старших, они хотели, чтобы всё прошло чинно, благородно, чтобы все в общем молчали. Но мы же все знаем контингент сампа. Если человеку сказать 20 раз, что нужно отключить слэш-бэчат, отключить вообще любой чат, он всё равно напишет, он выстрелит, он что-нибудь да придумает для того, чтобы начало лезть в какие-нибудь разборки. Это, конечно, очень бесило, и это бесило даже на протяжении часа, полтора, вот всё, что это было время в армии. Ну, потому что они не затыкались, они не успокаивались. Каждый считал, нужно даже во время лекции что-то не так сказать, что-то не так ответить. Я, в свою очередь, делал проще, я молчал, и я никому ничего не отвечал. Мне кажется, порой всё-таки лучше промолчать, чем что-то ответить, а потом за это как-то вот отвечать перед старшим составом. Ну, в какой-то момент всё это закончилось. Приехали все старшие чины, там генерал, полковник, подполковник, и началась лекция. Лекция, конечно, банальная, тупо, наверное, скопированная с форума тема, которую через биндер, через АХК, не знаю, как точно называется эта программа, в общем, через какую-то из этих программ быстрым образом была проведена лекция, возможно, не через программу, но это не столь важно, ребят. В общем, лекция прошла, нам рассказали, какие нужно каски надевать, то есть какой клист сказали, где нам надо стоять. Ну, очень много было высказываний на тему того, что люди были недовольны, что армия Лас-Вентуреса была переименована лидером в морскую пехоту, то есть КМП. Все начинали высказывать, что что это такое, это непривычно, зачем оно нам, оставьте прошлое Лас-Вентурес. Да, я в чём-то согласен, мы все привыкли к ВА, когда всё стандартно, все звания стандартны, все посты называются как надо, и взвод в основном всё-таки всегда был всем понятен. Здесь же присутствуют Чарли, Альфа и остальные, то есть взвода, которые не совсем понятны стандартному рядовому игроку Самбо. Но кроме этого, ещё многие были недовольны тем, как старшие звания называют рекордов, то есть рядовых, потому что очень много звучало в их сторону юбки, девочки, там подстилки, тряпки и всё тому подобное. То есть, да, высшие чины себе позволяли как-то оскорбить, как-то назвать рядового, но, как по мне, ребят, это армия, и какой-то роллплей должен соблюдаться даже на таких серверах, как и вольфе, особенно на 0.3 сервере, где всё-таки роллплей чуть ли не на одном из самых высоких уровней. Вот, поэтому я считаю, что какие-то вот эти высказывания, обидные и не обидные, они не должны никак восприниматься. Давайте начнём с того, что это вообще игра. Вы когда заходите в игру, вы начинаете вести себя по-другому. Вы начинаете играть роль персонажа. Я никогда не поверю, что в игре вы будете чаще всего вести себя точно так же, как в жизни. Извините меня, в жизни вы не гетто-тащер. В общем, наверное, на этой ноте как-то вот можно заканчивать. Остаётся там добавить, что сейчас я уже второй ранг в армии, я остаюсь во взводе Чарли, это то же самое, что альфа, просто я выше званием, я немного могу командовать рекордами. Но опять же, в следующих видеороликах вы обязательно увидите, что я никак не пытаюсь оскорбить рекорда. Я наоборот стараюсь им помогать, подсказывать. То есть делаю всё, чтобы старшие звания, чины, типа, не увидели этих косяков. То есть я порой прям беру, собираю каких-то рекордов и начинаю им, типа, пилить, пилить, пилить. Что, ребят, знайте, устав, не надо делать то, не надо делать всё, старшие вам дадут люлей, и всё, то есть я их спокойно отпускаю. Ну, а если, конечно, попасться уже старшим званием, там, капралам и остальным ребяткам, то будет уже не сладко, поверьте. Они могут вас заставить бегать 20 кругов вокруг части и кричать «Я люблю КМП». Да, при мне такое тоже было. Согласен, что в какой-то степени это бред, и таким заниматься в сампе это как минимум ненормально, но давайте выйдем честны. Не косячите, вы нормально служите. Косячите, вы за это отдуваетесь. Я был первым рангом где-то плюс-минус 3-4 дня, и за это время я ни разу не стоял ни в нарядах, ни бегал вокруг части, я ничего не делал. То есть я сдал весь устав, я всё сдал, и всё. Всё было по кайфу. Так что, ребят, главное это то, как вы относитесь сами ко всему. Если вы нормально ко всему относитесь, если вы не нарушаете устав и ничего, то второй ранг и третий вам получить не составит никакого труда. Главное только лишь время. Подождать, повыситься и, если вы хотите, свалите в пыль. Не было его дорога, но молитва мамы берегла, берегла... ... ...